Шестой класс, двенадцатая серия. Решение задач. Задача первая. Наименьшее общекратное двух чисел, не делящихся друг на друга, 180. Наибольший общий делитель 15. Найдите эти числа. Если наибольший общий делитель 15, то эти числа можно представить как 15А и 15Б. Каждая из них будет делиться на 15. Произведение этих чисел 15А на 15Б равно произведению наименьшего общего кратного на наибольший общий делитель. Можно разделить обе части равенства на 15, затем еще на 15, и получится, что произведение АБ равно 12. А и Б – числа взаимно простые, потому что это числа, не делящиеся друг на друга. Значит, 3 и 4 подходят. Значит, это числа 45 и 60. Ответ 45 и 60. Задача вторая. Сумма двух чисел – 160. При делении большего из них на меньшее в частном получается 9, а в остатке 10. Найдите эти числа. Допустим, это числа х и у. Большая из них – х. Значение суммы – 160. Если большее разделить на меньшее, неполное частное 9, а остаток 10. Можно выразить х через у. Из первого равенства получаем, что х равен 160 минус у. Так, а из этой записи получаем, что х равен 9у плюс остаток 10. Так, теперь можно приравнять правые части. И получается уравнение с одним неизвестным, с у. Решая это уравнение, находим значение у. У равен 15. Зная у, можно найти х. Х равен 145. Значит, это числа 145 и 15. Задача третья. Из пункта А вышел автобус со скоростью 40 км в час. В пункте В он развернулся и сразу отправился обратно. Через 12 минут от начала движения автобус догнал пешехода, который вышел из пункта В одновременно с выездом автобуса из пункта А. Известна скорость пешехода 5 км в час. Надо найти расстояние от пункта А до пункта В. Так, автобус выходит из пункта А, идет в пункт В, затем сразу разворачивается и выходит из пункта В в противоположном направлении и догоняет пешехода. Пешеход выходит одновременно с автобусом, но только из пункта В. Вот, и вот где-то здесь произойдет встреча автобуса и пешехода. Автобус догонит пешехода. Известна скорость пешехода 5 км в час. В пути он находится 12 минут. 12 минут – это 1,5 часа. Значит, за 1,5 часа он пройдет 1 км, двигаясь со скоростью 5 км в час. Значит, встреча произойдет в 1 км от пункта В. Так, можно найти расстояние, пройденное автобусом за 12 минут. 12 минут – это 1,5 часа. 40, надо разделить на 5, будет 8 км. Это путь, пройденный автобусом. Если здесь 1 км, а весь путь, который прошел автобус, 8 км, значит, расстояние от А до В – 7 км. Ответ – 7 км. Задача четвертая. Можно ли разбить шестиугольник двумя прямыми на два треугольника и четырехугольник? Да, это возможно. И на рисунке представлен один из возможных вариантов. Вершины одного треугольника, вершины второго треугольника и синим цветом показаны вершины четырехугольника, которые при этом образуются. Значит, вопрос – можно ли распить? Ответ – да, можно. Например, так, как показано на рисунке. Задача пятая. Сколько прямоугольников можно найти на картинке? На картинке есть прямоугольники, которые состоят из одной части. Например, вот один из таких прямоугольников, а всего таких прямоугольников будет 9. Так, будет 12, которые состоят из двух частей. Например, вот две части. Показаны две части прямоугольника, которые состоят из двух частей. А всего таких будет 12. Будет 6 прямоугольников, которые состоят из трех частей. Показываю один из них. Три части, которые образуют прямоугольник. Будет 4 прямоугольника, которые состоят из четырех частей. Вот, например, один из них. А всего таких будет 4. Будет 4, которые состоят из шести частей. Например, 6 частей. Так, и кроме того, будет один, который состоит из девяти частей. Так, нужно дать ответ. Сколько всего прямоугольников можно найти на картинке? 9 из одной части, 12 из двух, 6 из трех, 4 из четырех, 4 из шести, и 1 из девяти, а всего 36 прямоугольников. Значит, ответ 36. Субтитры создавал DimaTorzok